Здравствуйте, с вами Александр. Я сегодня расскажу вам о колясочке, о подобной колясочке. Я уже вам рассказывал, можете на канале у меня найти и посмотреть. Она называется Juvie Groove Ultra Light. Это обновленная версия. И эта колясочка вообще, наверное, для детей, для родителей, у которых дети крупненькие. Вот, например, сегодня в магазине первая коляска была девушка, мама с ребенком, который в полтора года весил 16 килограмм. Это действительно очень крупный ребеночек. И получается, что для нее особо много вариантов не предложишь, потому что мало колясок подходят под ее требования, которые выдерживают 25 килограмм. Это коляска с рождения до 25 килограмм. Это где-то 5 лет ребенку. Где-то так. Вот. Поэтому сегодня я о ней вам расскажу. Покажу, как складывается, как ей пользоваться, мои ощущения. В итоге подытожу, в конце скажу. Вот. Ну, начнем изучать сверху вниз ее. Это, как вы видите, коляска-трость. Из-за того, что это трость, наверное, из-за этого она и выдерживает такие нагрузки. Потому что сама конструкция рамы позволяет распределять нагрузку, но более усиленно, нежели чем в других конструкциях. Мои личные ощущения. Я не утверждаю. Вот. Так. Давайте сверху вниз пробежимся. Насчет ручек. Классическая трость. Естественно, ручки раздельные. Мало очень тростей, у которых цельные ручки, но они есть. Вот. Хват, в принципе, удобный. Ручки такие достаточно толстые. Держаться очень удобно. Прорезиненным материалом все это отбито. Так. Ну, видите, приятный бонус даже есть. Подстаканничек. Отдельно, ну, как минимум, надо тысячоночку. Там, рублей 700, 1000, 1200. За него отдай. В комплект входит. Причем сама коляска на сегодняшний день стоит 15 тысяч рублей. Это абсолютно нормальная цена. Имейте в виду. Я не знаю, когда вы будете смотреть этот ролик. 15 тысяч она стоит сегодня. Вот. Сейчас май у нас, 18-го года. И, соответственно, цена очень-очень гуманная. Так. Что касается козырька. Козырек, видите, он большой. Материалы, кстати, действительно классные, мягкие, приятные. Вообще, без вопросов. Козырек, кстати, защитой от ультрафиолета. Есть также смотровое окошечко с полиэтиленом, чтобы не мокло. Если морозня будет, и вы хотите посмотреть за ребенком. В этом плане все ровно. Также еще, вот видите, своего рода подобие подстаканника. Выдерживает вот этот вот кармашек 0,45 килограмма. Не рекомендуется что-то горячее сюда класть. Ну, а так вот какую-нибудь маленькую бутылочку там 0,33 можно туда спокойно опускать. Давайте теперь посмотрим на спиночку. Спиночка здесь у нас плотная. Регулируется по наклону. Давайте я поближе вам покажу. По наклону регулируется с помощью ремешков. Опускаем ремешки. Толкаем спинку. И все. Она с рождения. Вот вы видите. Практически ровная поверхность. Ну, понятно, не 180, но 175. Я думаю, здесь точно есть. Также еще один бонус для родителей. Еще один кармашек на замочке. Бутылочка, подстаканник, кармашек. В принципе, все, что для жизни нужно есть. Итак, давайте теперь как обратно. Чтобы обратно, нужно, естественно, ремешки просто потянуть в разные стороны. Вот. Смотрите, что касается посадки. В медицинских целях, конечно же, производители не делают 90 градусов. Наклоны у спинок это не очень полезно для ребенка. Вот. Поэтому здесь завал есть. И никуда от этого не деться. Но, в принципе, такой достаточно нормальный. Вот. Что касается безопасности пятиточечных ремней. Единственное, нет никаких накладок мягких. Ни на паховой зоне, ни на плечевой. Ну, и с этим можно жить. Кстати, опять же, небольшой бонус. Это вот здесь вот такие кармашки из сеточек. Можно, опять же, какую-нибудь игрушку, бутылочку. Что-нибудь сюда можно положить. Подножечка. Пожалуйста. Опустили. И нам длинное, хорошее спальное место. Тоже очень здорово. Так. Ну, и, конечно же, такая подножка тоже есть. Так. Что касается багажника. Давайте сразу к багажнику. Пока я здесь внизу покажу вам. Багажник достаточно большой. Доступ, если ребенок сидит, здесь абсолютно нормальный. Если мы опустили, доступ практически теряется. В принципе, даже для трости багажник внушительного размера. Абсолютно. Можно даже что-то тяжелое сюда положить. Потому что рама перекрестия здесь снизу пересекается. Металлическое основание. И весь груз не на сеточке этой, а на раме. Тоже вполне себе отлично. Так. Давайте теперь посмотрим на амортизацию этой колясочки. Здесь есть амортизация и спереди, и сзади. Спереди, смотрите. Ход достаточно такой мягкий, нормальный. Вот. А что касается задней. Вот, видимо, из-за такой большой возможности нагружать ее. Здесь амортизация более упругая. Есть ход небольшой, но она какая-никакая есть. Поэтому, в принципе, плавность хода должна быть у колясочки достаточно нормальная. Вот. Так. Что еще вам по сиденью сказал? Раму сказал. Рама вся металлическая, крепкая. Колеса сдвоенные, полиуретановые. И с возможностью блокировки передних колес, чтобы они не поворачивались выше необходимости. В принципе, классическая трость. Но с такими характеристиками, внушающими. Так. Что касается складывания. Все тоже. Обычно просто кнопочку. Отжимаем сюда. Здесь нажали. И толкаем ее вперед. Просто толкаем. До щелчка. Видите, вот этот фиксатор, он должен зафиксироваться. После чего, ну вот она лежит, все нормально. Здесь есть, вот, видите, подножка. Она будет стоять в случае необходимости. И также в случае необходимости мы можем ее катить, как чемодан. Для транспортировки самое оно. Вот. Все отлично. Чтобы разложить, соответственно, фиксатор убираем. После чего нажимаем на кнопочку. Все это раздвигается. И можно ехать. Вот. Так. Сама коляска, в принципе, тоже не тяжелая. Сейчас я посмотрю точный вес. Вес коляски 7,1 килограмма. Это, в принципе, ну, абсолютно не тяжелая колясочка. 7 кг. Все, что, на мой взгляд, меньше 8 килограмм, это легкие коляски. Если хотите 5 килограмм, это уже не к тростям, это туда с таким самым компактным, который ручной кладью проходит самолет. А из полноразмерных 7 килограмм коляска, это абсолютно не тяжелая колясочка. Вот. А, кстати, я уже говорил, по-моему, да, что она с ультрафиолетовой защитой. И здесь также есть отражатели, чтобы в вечернее время свет от автомобиля отражался и у вас было видно. Вот. В принципе, по коляске все, что хотел вам рассказать. Я вам рассказал в двух словах мое мнение. Из минусов я уже вам подчеркнул, что вот я люблю, когда мягкие накладочки бывают. Все-таки на плечевой зоне, на паху, дети же дергаются. И в маечке летом, ну, бывает немножечко там. Может, какие-то следы остаться. Ну, опять же, может быть, я придумываю. Я такого не встречал, но мне так кажется. Вот. В принципе, из минусов, наверное, все. А, кстати, еще жестковата все-таки задняя амортизация. Ну, с этим можно жить. Еще, кстати, я вам не сказал, когда складываешь. Здесь есть удобный ремешок для транспортировки на плечо. И сейчас с этой стороны, не помню, есть ли, нет. Нет, да, отдельной ручки так носить нет. Вот, ремешок и все. Так, в принципе, все, что хотел рассказать, рассказал. Коляска, если любите трость, очень годная. Крупный ребенок, сам доктор прописал вам на нее обратить внимание. И немножко, кстати, еще один минус. Немножко, вот, механизм складывания и раскладывания козырька. Вот такой грубоватый и щелкает громко. Это может разбудить ребенка. Я люблю, когда тихо щелкает. Чтобы не слышно было эти щелкания, имеется в виду. Вот, в принципе, все. Выбор, как всегда, остается за вами. Если это видео вам было полезно и интересно, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Это очень помогает мне делать для вас больше хороших обзоров. И спасибо большое первой коляске за то, что предоставил на обзор колясочку. Juvie Groove Ultra Light. И хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора. Коляски для вашего ребенка. И удачи. Всего доброго.